У меня сегодня доклад. Доклад будет больше про так называемые soft skills, про мягкие навыки, про мои принципы, которые я сформировал за весь период своей бизнес-деятельности. В частности, я 14 лет уже в бизнесе. 14 лет существует мой цветочный бизнес. Он не сразу стал интернет-бизнесом. В интернете где-то, наверное, лет 9. Я сейчас уже точно не помню. И за это время много всего наработалось, поэтому не с чем поделиться именно с точки зрения моих подходов к тому, чтобы иметь хороший рост. В моей компании где-то раз 5 или 6 был именно экспоненциальный рост, когда компания вырастала в несколько раз за несколько месяцев. И, в общем-то, об этом я немного-то и хочу поговорить, про те принципы, которые я сформировал, за счет чего это получается. Ну, немного о себе, да, еще добавлю. На Северо-Западе действительно у нас интернет-магазин цветов самый крупный. На данный момент мы в ближайшее время выходим в регионы и будем строить систему по агрегаторной модели. У нас сейчас где-то 10 тысяч заказов, даже там побольше 10-11 тысяч заказов ежемесячно. Где-то полмиллиона цветов мы реализуем ежемесячно. У нас прямые закупки. Голландия, Эквадор, Кейни. Компетенция закупочная здесь очень важная в нашем бизнесе. Может, потом расскажу. У меня где-то 130 человек в штате и команда топ-менеджмента – это 8 человек. Собственно, за счет этой команды мне удается прекрасно управлять компанией удаленно. Сейчас покажу немного тут у себя вид. Я после первой волны пандемии переехал в Сочи, и мне здесь очень нравится. Вдохновляюсь, что и вам всем желаю. В общем, 90% работы у меня автономно получается. Команда топ-менеджмента управляет бизнесом. Я где-то один час в неделю уделяю на данный момент собрания и так далее. Смотрите. Самое важное, о чем бы я хотел сказать по поводу взрывного роста, по поводу вообще достижения целей – это… У меня два слайда будет. На мой взгляд, они самые важные в том, чтобы у вас все произошло, все случилось. Первое – это то, на каком уровне ваша энергия находится. Я считаю, что это 90% успеха. И если у вас не будет внутренней мотивации, то… Ну, не будет мотивации, не будет какого-то состояния счастья, некого там, предвкушения от того, что вы делаете, то по сути и смысла нету заниматься, чем вы занимаетесь. Потому что, если так еще более широко сказать, мы здесь находимся на земле для того, чтобы получать счастье от этой жизни, да, и через это счастье реализовывать какие-то свои там миссии, предназначения. Поэтому самое важное – это получать счастье от того, что вы делаете, и это будет давать вам энергию. Поэтому… Но для того, чтобы это было, есть определенные принципы, которым я следую, которые вот здесь на этом слайде я указал. Что важно, чтобы это… Чтобы поддерживать это. Первое – это очень важно, это режим сна. Я ложусь до 23 обязательно и встаю в 6-6-30. Это обусловлено… Ну, многие, наверное, знают из вас, может, кто-то не знает. Гормонально наш организм очень зависим от ритмов, и поэтому самая большая энергия, она с утра идет. Если мы встаем, когда организм запускается, и мы в этот момент пробуждаемся, то тогда мы получаем максимум от этого дня. Ну, и, соответственно, мы должны ложиться до 23, потому что там вырабатываются определенные гормоны, и организм должен отдыхать. Питание. Питание. Не буду на этом заостряться. Я стараюсь питаться правильно. Ничего лишнего плохого. Это тоже важно, потому что с вами не на пране питаемся, а все-таки физической пищей. Обязательно физические нагрузки. Я занимаюсь где-то через день. Это позволяет мне держать энергию. И тоже там связано с гормональным фонусом, с определенным. Я потом дальше, может быть, немного расскажу. Очень интересные вещи про это. Далее. Очень важно вашу жизнь всегда наполнять делами, которые наполняют, наполняют чувством счастья. Это хобби, друзья, встречи и так далее. Как только ощущаете, что у вас энергия понижается, срочно берем вот это вот... Переключаемся. Переключаемся на те дела, которые вам хотелось бы заниматься. И это очень важно. Это даже важнее, чем, может быть, чем сделать какую-то вот задачу. Потому что если вы потеряете энергию, то это может быть потом торможение на какой-то длительный срок, и это не принесет успеха ни вам, ни вашему делу. И важный момент в свое время... В свое время я это отфиксировал очень хорошо. Это вот обязательно следите за тем, что из-за чего вы теряете энергию, избавляетесь от этого. То есть если в вашем окружении есть люди или какие-то процессы, которые от вас постоянно оттягивают энергию, я вам точно говорю, полезнее будет от этого отказаться, с людьми меньше общаться, меньше встречаться и так далее. Внимательно следите за ощущениями. Это сильно вам поможет. Далее второй тоже такой фундаментальный момент. Каждый раз, когда у меня были скачки роста в бизнесе, в этот момент я судорожно очень много учился, можно сказать так. Я очень много употреблял информации, каждый день, видео, какие-то книги, статьи, в большом количестве именно то, что наиболее соответствует моей цели. То есть если у меня интернет-магазин, у меня больше вот в этом связано было с интернет-маркетингом, с продажами, с показателями, что-то связанное с цифровкой. Это всегда давало очень хороший толчок. Поэтому обязательно. Это я прям рекомендую. Это база. То есть вот эти два слайда – это база. На мой взгляд, это нужно, это даже нужно. Это без чего не обойтись никак. И вот это нужно как-то встроить в свою жизнь. Обязательно, очень круто дает энергию, это окружение. Обязательно найдите какие-то сообщества, какие-то встречи периодически, которые происходят, которые вам нравятся, какие там люди собираются. Это обязательно. Бизнес-клубы есть. Я вот, к сожалению, не знаю, какая аудитория здесь больше находится. Можете написать, кто здесь больше – предприниматель или менеджер? Здесь тоже есть разница. Я сейчас больше предпринимательскую такую позицию говорю. И предпринимателей больше сайта. А для менеджеров, естественно, это тоже работает. ИП, ИП я смотрю. ИП. О! Ну, замечательно. Замечательно. ИП менеджеры тоже есть. Ну вот. Замечательно. В общем, я смотрю, много предпринимателей, это здорово. Ну, менеджеров тоже есть. В любом случае, я думаю, что вы поймете, да, о чем я говорю. Менеджеры, я говорю предпринимательскую историю. Менеджерская, она точно так же сюда накладывается. Следующий момент очень важный. На самом деле, будь моей волей, я бы свою презентацию на ней написал всего два слова. Первое – это коучинг и наставничество. и второе – это психотерапия. На самом деле, ну, то есть это, я сейчас сам занимаюсь и с психотерапевтом, и с наставниками работаю, и сам являюсь кому-то наставником, и мне являюсь наставником, и там где-то коучинг какой-то происходит. Это очень важно, то есть это два таких принципа. Психотерапия, она работает с глубинными вопросами. Ну, сейчас эта тема уже такая, набирает обороты, конечно, да. Всем известны наши детские истории с какими-то травмами и так далее, и так далее. Но здесь больше это про то, что реально научиться чувствовать себя, что на самом деле хочешь, и только тогда на самом деле получится выстраивать те цели, те мечты, которые действительно будут вашими. Это очень важно, потому что часто бывают люди ставят себе цели или как бы формируют мечту, но на самом деле это не их цели, не их мечты. И вся печальная история этой ситуации в том, что через несколько лет, когда человек обнаруживает, что он не получает кайфа от того, куда он пришел, ему приходится как-то это признать или не признать, тогда жизнь становится не очень такой приятный, ну, скажем так, не получает должного счастья от нее. Поэтому это ключевые моменты. Я искренне рекомендую эти два момента. Это психотерапия и работать. Психотерапия – это работа со своей психикой, со своими глубинными состояниями. Кончинг и наставничество – это работа по достижению каких-то поставленных целей. То есть, работать с людьми, которые помогают прийти к вашим целям, к вашим мечтам. А правильно сформулировать мечты и цели именно, чтобы они были вашими – это психотерапия. Собственно, все очень просто. Поэтому вот два слайда таких вот базовых. Пойдем дальше. Ну, здесь не открою тоже какую-то Америку, да. Обязательно смотрим за тенденциями. Как это было у нас, когда мы только заходили в интернет, было очень давно. Тогда компьютеры-то не у всех были. И было не очевидно, что в интернет нужно заходить на тот момент. Но какая-то интуиция подсказывала, что имеет смысл. То есть, сейчас мы все понимаем, что все это очевидно. И вопросов таких не возникает. А тогда такой очевидности не было. И это относится к текущей точке, к текущему моменту времени. Тоже происходят в мире какие-то изменения, которые в итоге потом придут к каким-то значимым изменениям на планете. Происходят какие-то технологии меняются, появляются какие-то новые... Ну, вообще мышление меняется. И вот задача попробовать ощутить, а куда движется тенденция, куда идет мир. То есть, старайтесь читать какую-то такую литературу, какие-то статейки, которые об этом будут... Так или иначе, какие-то умные люди об этом как-то рассказывают. В принципе, смотреть по сторонам, что происходит, что нового в мире. Куда идет общество. И это очень важно, потому что таких на простых примерах я могу привести. В свое время в интернет мы зашли, было не очевидно, непонятно было, как котики слепые двигались, много ошибок наворотили. Но тем не менее, мы первые. Одни из первых, кто туда зашел. А тот, кто первый зашел, тот и на самом деле нарабатывает базу и потом быстрее двигается, когда уже становится более понятно, как двигаться. Сначала это было просто сайт, потом был ВКонтакте, социальная сеть в свое время вообще не очевидно ни для кого было. Мы зашли... Моя тоже инициатива. Создал эту группу. Дальше начал тыкаться в разные стороны, смотреть, как там продвигаться. Нащупал определенный алгоритм продвижения. И начал просто его прокачивать. В свое время группа ВКонтакте у нас была самая большая цветочная группа в России. Потом появился Инстаграм. Мы тоже первые зашли... Одни из первых зашли в Инстаграме. На северо-западе у нас до сих пор самый крупный цветочный аккаунт в Инстаграме. Все по одному принципу. И так далее. То есть тут можно много всего говорить на эту тему. Это такие понятные вещи. Но я говорю про то, как я проходил путь, какие мы мысли на этот счет. Ну и тут важный момент. Заходим первыми, действительно собираемся сливки. То есть это ключевой принцип того, что если вы первыми прочувствовали тенденцию, куда можно зайти, социальные сети какие-то тоже там появляются. Ну опять же, для каждого бизнеса свое. Тоже надо понимать. где-то какие-то принципы автоматизации, где-то какие-то интересные наработки в области продаж. Вот старайтесь улавливать все новое, то, что не на слуху, но то, что имеет большой потенциал. И тестируйте. Вот у меня в принципе компания, мы постоянно все тестируем в большом количестве. Все, что новое, все, что мы не понимаем, мы все равно тестируем, мы заходим в этот какой-то там какой-то новой соцсеть или какой-то инструмент и постоянно тестируем. Да, Антон, у нас основное время закончилось, очень интересно. И вот пришло несколько вопросов наших участников. Вопрос первый. Ну, тренды-то все хорошо, а что делать, если ты предприниматель, кризис, твой бизнес находится на грани разорения, тебе нужно платить кредиты, налоговая угрожает блокировкой счетов, дети болеют, ну и вообще кошмар-кошмар. Вот в ситуации вот такого кризиса, что нужно делать, чтобы вырваться из этой чудовищной ситуации? Хороший вопрос. Ну, во-первых, нужно понять, что если такая ситуация образовалась, то, значит, есть тому причина определенная. Причину всегда надо искать в себе, не во внешних обстоятельствах. Я знаю много предпринимателей, которые, у которых сейчас там все хорошо, я знаю, что у них были много возможностей. В этом году, в летом. Не услышал. Ну, вы говорите, что причина в себе, но я приведу пример, допустим, туристический бизнес, который, ну, явно очень сильно пострадал, потому что в Санкт-Петербурге, допустим, не было туристов практически, особенно те, кто были ориентированы на иностранных туристах. Да, ну, здесь, здесь я что могу сказать? Ну, если таких из прикладных вещей, я бы, я просто знаю, сейчас начали появляться туристические компании, которые делают внутренний туризм, вот, он сейчас развивается, делают какие-то уникальные туры, это тоже направление развивается, уникальные, то есть, ну, необычные, да, то есть, в том числе, вот, по России. Поэтому, ну, здесь, если мы говорим прям такую прям хреновую ситуацию, на самом деле, мы тоже готовились к плохой ситуации, мы не знали, как вначале все произойдет, может быть, нас всех закроют, поэтому мы готовы были закрыться и переждать, и обнулиться, и начать все заново, то есть, любой кризис, это, в любом случае, возможность и возможность переоценить, что происходит сейчас, там, у меня начать лучше оптимизировать свои расходы. Я знаю много предпринимателей, у которых, которые пострадали от этого, но, вот, общаясь с ними, я понимаю, что многие выиграли, потому что они говорят, что мы очень много соптимизировали, то есть, начали думать про какие-то другие направления. Здесь, вот, ну, то есть, есть, да, вот, туристическая индустрия, она пострадала, но, вот, тоже общался я там с такими ребятами. Я знаю, внутренний туризм, вот, сейчас, он очень хорошо развивается. Можно, при желании, можно переключиться, ну, по крайней мере, на какое-то время или чем-то еще заняться. Ну, в общем. Хорошо, я тогда продолжу еще один более острый вопрос, как предпринимателя. У нас есть, как у предпринимателей, какие-то обязательства перед деловыми партнерами. В ситуации кризиса ты встаешь перед выбором или ты выполняешь взятые на себя обязательства, там, связанные с деньгами, с услугами и так далее и твой бизнес умирает, потому что у тебя просто не остается денег или ты отказываешься от выполнения долгосрочных обязательств, условно говоря, кидаешь партнеров, используешь какие-то незаконные схемы, главное, чтобы бизнес остался на плаву. Вот, в такой ситуации как бы вы поступили? То есть, отказываться от взятых обязательств, когда наступил кризис или выполнять их с пониманием того, что это может убить то, что ты создал? Ну, у меня был период, моей деятельности в бизнес-деятельности за 14 лет, у меня были еще другие направления бизнеса, у меня были неудачные бизнесы, был один из бизнесов это строительный, где я влетел в большой кассовый разрыв и в итоге, то есть, были там управленческие ошибки и в итоге несколько миллионов рублей по сути было долгов, тогда я принял решение, что обязательно мы закроем, тогда был выбор либо обанкротить, обанкротить фирму и, грубо говоря, кинуть, там и клиентов в том числе, либо взять на себя обязательства, но это был очень сложный период, пришлось взять в долг, в кредиты и отдавать это дело, закрыть, и отдать компанию просто другому человеку, продать, можно сказать, за бесценок, и вот я этот сложный период прошел, остался в гармонии со своей совестью, и после этого у меня был очень-очень мощный рост в моем цветочном бизнесе, я думаю, что все в мире очень взаимосвязано, то, как мы относимся к окружению, к миру, так же он отдает нам обратно. Очень понятно, если ты будешь честным и не будешь идти поперек своей совести, то мы будем надеяться, что мир ответит тебе тем же. Следующий вопрос, вы сказали про тренды, если это возможно, поделитесь вашими наблюдениями, что сейчас в тренде, если ты предприниматель, вот были маски, да, там в мае месяце, там апреле, я знаю ребят, которые неплохо на этом заработали, потому что успели вот эту масочную историю поймать, закупить, перепродать и так далее, а вот что будет в тренде на фоне второй волны вот в ближайшие месяцы, ноябрь-декабрь, если ты небольшой бизнесмен, если у тебя немного денег, куда вкладываться, чем заниматься? Честно говоря, здесь, если у компании, сейчас, очень обобщенно такой, да, скажу мысль, если у компании нету или слабо раздается интернет, я бы рекомендовал уже наконец-таки прислушаться к этим звоночкам, которые мир показывает и все-таки максимум усилий уже начинать прикладывать к интернету, к развитию интернет-направления, потому что много компаний, которые недоиспользуют этот ресурс и даже по той причине, что не понимают, что там есть потенциал. Здесь можно общаться с экспертами на эту тему, то есть вот если по методологии пройтись, но сейчас у нас нету времени, нужно понять, что это, что можно развиваться и нужно развиваться. сейчас, вот если вторая волна пойдет, то опять же она, наверное, думает, что пойдет и уже идет, то есть ограничения какие-то будут, то есть опять интернет, эта индустрия будет больше развиваться. Нужно посмотреть на текущую картину в своем бизнесе, уже заранее предпринимать меры и смотреть в область интернета. То есть это и вот такой общий такие выводы. если там в целом по тенденции, в целом по тенденции, кстати, по поводу масок, это краткосрочная тенденция, а не эти тенденции. Имела в виду это так урвать, так скажем, ухватить прибыль. Там есть ряд знакомых, которые это сделали, но это не совсем про то. Это не в долгосрок, это такое, это как кратковременный такой эффект. Деньги получил, потом их куда-то спустил, ну, грубо говоря. Поэтому надо смотреть именно в долгую, в долгую тенденцию, в долгую. Сейчас вот я по своей тем больше там по интернету, то есть какие-то новые соцсети развивать. То есть мы идем, мы вот сейчас агрегатор будем развивать, направление, это тоже трендовая история. Новая соцсеть это какая? Вот нам мы сегодня говорили про ТикТок, может быть вы знаете еще одну какую-то новую сеть, которая выстроит. Последний вопрос, у нас время закончилось. Это вопрос, то есть соцсеть какую вы назовете, да. Нет, ТикТок это сейчас на самом деле из таких значимых это ТикТок, я бы рекомендовал сейчас ТикТок заходить. Есть еще лайки в социальную сеть, ну, туда еще пока не изучали ее, но она еще более молодежная аудитория, то есть к каким-то бизнесам она может подойти. Просто надо смотреть, вбить в поисковике и посмотреть, если про соцсети говорить. Хорошо, да, спасибо вам большое, коллеги, срезумирую, пожалуйста, ни в коем случае не ложитесь спать в 23.00, спите до 10 дня или лучше до обеда, не занимайтесь спортом, не обращайтесь к психотерапевтам и коучам, почему? Потому что Сочи не резиновые, вот, все, на всех Сочи не хватит, пускай там находится только Антон Скотт. Спасибо вам, Антон, да, и надеемся, у вас видеть в следующий раз. Спасибо.